В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро! Таллинн» стартовал весенний сезон бесплатных пхинопоказов для людей почтенного возраста 65+. И сегодня открывается регистрация на сеанс 18 февраля. Подробнее об этом расскажет наш гость, старейшина Мустамя, Лауре Лац. Доброе утро! Доброе утро! Лауре, ну что ж, можно пойти снова в кино, это уже хорошая традиция. Ну действительно, эта традиция у нас уже длится второй год. Мы откроили вчера новый сезон. И вот сегодня действительно можно уже зарегистрироваться на новый фильм. И фильмы будем показывать в нашем кинотеатре, там, в Зареде, 18 числа и начало киносеанса 10.00. Я еще повторяю, что все кинопросмотры у нас бесплатные. И это было и в прошлом году, и в этом году. Так что это наш такой маленький подарок для наших пенсионеров, кому 65+. Ну, с другой стороны, это хорошее времяпрепровождение, но я знаю, что это не все подарки для пенсионеров. Действительно, в том смысле, как я уже в январе месяце сказал, что у нас будет очень много проектов новых, что и будут и вовлечены и наши пожилые, и молодые. И вот в этот четверг у нас стартует, опять же, новая программа. Это у нас концерты на льготных условиях. И эти концерты будут обязательно вовлечены и русскоязычная, и эстонскоязычная публика. Это очень важно. И стоимость билета будет только 3 евро. И вот каждый месяц мы будем организовать разные концерты. И в этот раз у нас будет ансамбль «Газаки из Волгограда». Так что обязательно приходите. Я знаю, что у нас сейчас помещаемость в зале у нас 300 человек, зрителей. А на данный момент уже мы продали где-то более чем 150 билетов. Билеты можно купить сегодня и завтра еще в кассе нашего культурного центра «Кая». Так что обязательно приходите, покупайте билеты. Ну и, конечно, можно еще билеты купить в этот же день, когда концерт. Во сколько начало концерта? Ну, как я уже сказал, концерты будут у нас в четверг, в этот четверг, 13-го числа. И начало концерта в нашем культурном центре 16.00. Лауреум, в конце и в начале года мы очень много говорили о том, что для пенсионеров будут розданы различные подарки, такие пакеты первой необходимости. Но я так понимаю, что все-таки лучше дождаться, пока управа свяжется с этим пенсионером. Ну, действительно, у нас такая акция, и с нами связалось больше, чем 1500 человек. Значит, все-таки в помощи нуждаются. На данный момент у нас идет работа с комплектацией. У нас очень много волонтеров для этого собран. Так сказать, что они сами обратились к нам, чтобы помочь. И вот на этих выходных мы собираем все это. И уже на следующей неделе мы начинаем развозить по домам. Но надо знать то, что мы обязательно вам позвоним вперед. Так что чужим не открывайте. Если вы звонка не получили, значит, это не наши люди. Если вы получили звонок, с вами договорились в какое-то время, какой-то день, значит, это наши люди. Обязательно надо принять. Я думаю, передать вот этот пакет больше времени возьмет, чем 20-30 секунд. И вот это надо просто знать. Вообще, управа Мустамия февраль провозгласила таким месяцем дружбы и теплых отношений. Еще предлагают помогать еще и семьям. Действительно. Знаете, у нас же очень много молодых семей, где очень много детей. И есть, конечно, трудности. Не все семьи у нас благополучные. И надо все-таки им помочь. Мы, конечно, с управы делаем все, что возможно. И помогаем, как возможно. Но если найдется еще людей с большим сердцем, и есть, например, у вас дома где-то в шкафу лежит, может, отложили от своих детей какие-то вещи и так далее, обязательно просто принесите к нам. И мы найдем детей, кто действительно нуждается в этих вещах. Так что вот у нас действительно такая компания. Я знаю, что на данный момент мы уже собрали достаточно много вещей. Так что у нас действительно в нашем районе есть много людей с большим сердцем. И за это, конечно, большое-большое спасибо вам. Но мы все равно еще ждем, чтобы поступали бы все-таки подарки для этим детям, кто действительно нуждается в вещах. Можно приносить только вещи или что-то еще? Все можно приносить. Например, можно приносить зубную пасту, щетку. Я знаю, что очень у многих родители остались от своих детей еще подгузники. То же самое и я даже принес. Я посмотрел в шкаф, нашел целую пачку памперсов. Так что я рад, что я могу подарить просто вот этим детям, кто действительно нуждается в этом. Спасибо большое. Информационный блок «Доброе утро Таллин» подошел к концу. У нас в гостях был старич на Мустаме Лауре Лац.